Здарова, вы на канале Digital Slice. Сегодня у нас Godex 300. Это версия Daylight с температурой 5600, вторая версия. Она не поддерживает приложение, сразу говорю, но стоит она зато намного дешевле, чем опутюрка 300. Внутри особо ничего нет. Я уже вскрыл, но здесь висит точно такая же вверху. На камере у нас 500 ISO, дырка Т2.2, температура 5600. Снимаем мы 4К 25 кадров в секунду. Внутри чехла нету, просто пенопласт и сам светильник. Сама голова большая, достаточно тяжелая, алюминиевая. Здесь они поставили два вентилятора для охлаждения. Также есть поддержка эффектов и каналов. Вот у них комплектом не идет ни пульт, и опять же, поддержки приложения нет. Сейчас мы повесим на стойку и затестим, и заодно сравним. У меня здесь есть вся линейка. Это 200-е, 200-ый Godex, 150-ый и Amaran, то есть подразделение Amaran более дешевое, называется Amaran, 200-ка бикалорный. Посмотрим по мощности, как работает, но 300 светит очень хорошо. От меня сейчас примерно на полтора метра стоит софт, 120-ый, вот такой, Octobox, вернее, светит в 50% мощности. То есть штука очень мощная. Но интересно, как она будет вести себя по сравнению с другими. В 300-ке здоровенный толстый провод для сравнения вот этой обычной, которая всегда идет. И вот этот 300-кий, он получается там практически в два раза толще к нему. Достаточно длинный, но хотелось бы, на самом деле, немножко подлиннее, потому что вот эти штуки обычно ставятся прям высоко-высоко, чтобы все засвечивать. Вот здесь, кстати, интересная штука. Здесь можно переключать группы и каналы, но поддержки приложения нет. Предполагаю, что есть какой-то пультик, с которым можно все отрулить. Встроены эффекты. Там, как обычно, их несколько разных. Кнопка переключения вентиляторов, то есть можно вообще вырубить вентиляторы, но по факту на самом деле их вообще не слышно. То есть у меня здесь петличка прям на кепке примотана. И вот сейчас они работают. То есть, если прям близко-близко ухопродоносители петлю, то еще что-то слышно. А так вообще нету. Очень мощная штука. Сейчас будем светить. Поставим на одинаковом расстоянии все светильники. Будем включать по очереди. На максимальную мощность. Посмотрим, как это все будет засвечиваться. Сейчас вырубим весь свет вообще в студии. Расстояние у нас будет примерно где-то на расстоянии примерно пяти метров. Сейчас попробуем, наверное, сделать сначала с рефлектором. Посветим, посмотрим разницу в мощности, а потом отдельно подсветим через софтбокс, возможно, сотами, чтобы посмотреть, как этой мощности хватает, например, для подсветки интервью или засветки какой-то сцены. У нас сейчас стоит 150-ка. Вторая SL светит на меня на сто процентов мощности. До светильника у меня пять метров и до камеры десять. На камере у нас стоит, мы закрылись до дырки четыре ISO 500, фокусная 24 миллиметра, то есть с рефлектором. Вот это 150-ка. Сейчас перерубаемся на двухсотку. Сейчас светит двухсотка, сто процентов. Такая же абсолютная история. То есть вот десять метров до камеры, пять метров до светильника. SL-ка трехсотая, вторая версия, сто процентов. Пять метров до светильника, десять метров до камеры, 24 миллиметра, дырка Т4. ISO 500. Давайте сравним еще с амараном двухсотом. На температуре 5600, он у нас бикалорный, но все равно будем сравнить на одинаковых температурах, чтобы понять вообще разницу. Давайте амаран смотреть. Амаран 200x, пять метров до светильника, десять метров до камеры. 5600, температура, сто процентов мощности. У нас сейчас стоит трехсотка. На нем 90-й софтбокс быстросборный AmbiFull, глубокий, вместе с сотами. На сто процентов. Расстояние от меня, наверное, два с половиной три метра. Сейчас камеру поближе подведем и посмотрим, как выглядит изображение. Сейчас у нас, кстати, какая там дырка? Четвертая? Четвертая дырка. Точно так же, ISO 500 не меняли. То есть, я считаю, что достаточно мощно. То есть, мне, например, глазами очень тяжело сидеть и смотреть на эту историю. Если куда-то вбок, у меня сразу появляется вот эта часть с сотами. Покажи, кстати, соты. Они срезают немножечко по сторонам освещения. Это мягкие соты, то есть, они не дают нам жесткое освещение. Чуть-чуть срезают по бокам и получается вот эта история. То есть, для интервью, я считаю, что это вообще отлично. 300 хватает, я думаю, с запасом. Я бы еще подприжался, потому что не всегда хочется снимать на четвертую дырку. Иногда хочется фон размыть. То есть, нам тут либо ND-шник накручивает, но если мы возьмем какой-нибудь объектив, там, быстрый, например, что-то вроде, там, не знаю, Т2, либо там, что-нибудь еще побольше, типа Т1.4, то у нас вообще это все будет в хлам пересвечено. Без ND-шника никак, потому что запас здесь есть огромный. То есть, если мы на 200-ке, например, когда очень часто снимаем, прям впритык получается, 300, я считаю, вообще замечательно. 300-ка мне, честно говоря, понравилась очень. То есть, если у вас, например, какая-то студийная история, вам нужен какой-то запас по мощности, 300 будет хватать более чем. Тем более, она стоит на B&H 500 долларов. То есть, понимаете разницу? Например, если я путиру 300-ка Daylight, который не бикалорный, стоит 950 баксов, то вот это 500. Смотря, в зависимости от курса, где вы будете вести, то есть, это порядка, там, ну, тридцатки плюс-минус, там, может, 35-33, смотря кто где как продает. Офигенно. То есть, два вентилятора, мощность 320 ватт, 8 преднастроек по эффектам. То есть, ну, понятно, что они не бикалорные, но все равно это прикольно с точки зрения, что вы можете какие-нибудь цветные фильтры, либо гели туда засунуть и сделать, ну, ту же самую имитацию, там, огня, либо костра с оранжевым гелем. Практически не слышно звука, то есть, можно спокойно писать интервьюхи, у вас не будет голого шума, а Color Render Index 96+, то есть, проблем со скинтонами не будет вообще. Ну, и двойной вентилятор, я же сказал. В принципе, я так понимаю, что еще как-то можно дополнительно докупить какой-то пульт для управления, потому что их можно собрать в группы. Например, если у вас есть студия, вы там ничего не хотите менять, раскидали все в группу, взяли пульт и этим все управляете. Но скоро выйдет SLK 300 бикалорная, и там будет поддержка приложения Godox, точно такая же, как есть у SLK 100 бикалорной. В любом случае, за эти деньги я считаю, что это просто замечательно. Студию для теста нам предоставили Citrus Photo. А эти все светильники и многие другие, которые есть у меня на канале в моих обзорах, вы можете купить по ссылке в описании. Магазин называется 100фото, проверенное. И по промокоду digitalfly обязательно выпрашивайте скидку. Я думаю, для этого выпуска хватит.